Здравствуйте! Вы находитесь... Здравствуйте! Вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова. И я, тот самый Дмитрий Трофимов, сегодня будет жечь. А именно я расскажу о базовых навыках общения. Иногда мне задают такой вопрос. Дима, что такое базовые навыки общения в твоем понимании? Потому что я знаю, что есть вот общение, что люди каким-то образом взаимодействуют, они разговаривают с друг другом, почему ты говоришь об этом, почему ты говоришь, что этот навык нужно прокачивать, если в какой-то момент я пропустил этап развития и прокачки этого навыка. Что ты подразумеваешь под базовыми навыками общения? Окей, поехали. Что значит базовые навыки общения? И первое, что входит в базовые навыки общения, это отслеживать реакцию собеседника. К сожалению, люди не всегда это умеют делать. Кто-то, например, очень много говорит, очень скучные вещи, хочется уже быстрее, чтобы он это промотал, потому что неинтересно. И если вы будете отслеживать реакцию, что человеку скучно, вы сможете по щелчку пальца легко задать какой-то вопрос, который будет его цеплять. И опять же, вы будете отслеживать реакцию собеседника, что ему именно это нравится. Это очень классный пункт именно в базовом навыке общения. И на моем канале уже есть эти признаки, да, как отследить реакцию собеседника. Ссылка только что появилась наверху. Следующее, что включено в базовые навыки общения, это уметь задавать поверхностные вопросы и глубинные вопросы. Глубинные, которые раскрывают внутренний мир собеседника. Поверхностные вопросы, это когда не нужно слишком долго думать, соображать, куда-то погружаться, быстренько, оп, вспомнил, ответил и пошел дальше. И те, и те вопросы нужны в базовых навыках общения. Уметь самораскрываться. Это еще один важный пункт, когда вы хотите прокачаться в навыках общения. Самораскрываться, это значит, что вы не постоянно слушаете собеседника, не постоянно ему задаете вопросы, как разные авторы там супер-мега-гуру по общению говорят, задавайте постоянно вопросы, слушайте собеседника. Но почему-то они забывают, что нужно также говорить о себе. И не просто говорить, а раскрываться, доверять собеседнику, не бояться, что могут использовать какую-то информацию против тебя. Стараться что-то тоже добавлять о себе. Самораскрытие, это очень важная тема. Следующий пункт в базовых навыках общения, это уметь открывать интересные, цепляющие темы для собеседника, в том числе и для вас. Не должно быть такого, что только вам интересна тема, но и не должно быть такого, чтобы были темы интересны только для собеседника. Должно быть взаимодействие. Подкинули тему, зажгла его, вам тоже она понравилась, вы обсуждаете это. Потом, например, какая-то следующая тема, опять же, подкинули, вы видите, что эта тема вас цепляет, но его не очень. Вы в какой-то момент останавливаетесь, вы выговорились, и потом задали какой-то другой вопрос. Видели, что его зацепило, но вам эта тема не очень. Может быть, немножко в этой теме вы еще поварились, но потом, опять же, переключили внимание на тему, которая цепляет вас и его. И если вы найдете вот эти точки соприкосновения во время общения, если вы умеете находить эти точки, вы уже крут. Вы действительно прокачались в базовых навыках общения. Но не забывайте о других пунктах, о которых я сегодня тоже говорю. Следующее, это умение использовать разные варианты петли общения. Одна из техник по петле общения уже есть на моем канале, тоже только что ссылка появилась, посмотрите. И самое главное в базовых навыках общения, это когда вы правильно используете петлю общения, умеете в любой момент эту петлю общения включать, умеете в любой момент эту петлю общения выключать, если нужно. Но суть одна, вы умеете этим пользоваться. Словесная импровизация. Но это как дополнительный пункт, он не обязателен в базовых навыках общения, но если вы можете рассказать какую-нибудь интересную историю, цепляющую историю, вызвать определенные эмоции у собеседника, когда вы рассказываете историю, браво, вы просто мастер общения, когда у вас есть еще навык словесной импровизации. Но давайте все-таки этот пункт мы отдельно от базовых навыков общения. Это как бонус, да, приятный бонус, если вы хотите не просто разговорить с собеседником, найти точки соприкосновения, отслеживать его реакцию и так далее, но при этом вы еще хотите отжигать, чтобы люди говорили, вау, вау, какой ты супер классный, потрясающий мальчуган. Или девчонка. Следующее, тоже как дополнение к базовому навыку общения, но я считаю, что это важное дополнение, это уметь работать со своим тревожным состоянием. Когда разные автоматические негативные мысли приходят как вариант, когда у вас в теле какое-то напряжение, и как убрать эту тревогу, да, каким образом эту тревогу видоизменить, все опять же есть на моем канале, целый плейлист есть на моем канале, как работать с тревогой. И именно этот дополнительный пункт тоже важен в базовых навыках общения. Ну и следующее тоже считается как дополнение, но это приятный такой будет бонус, если вы умеете видоизменять у себя определенные состояния, когда вы общаетесь с собеседником. Например, это незнакомый человек для вас, но вы включили у себя такое состояние, как будто этого человека вы уже знаете как минимум 10 лет, и это ваш самый лучший друг. Либо когда человек находится в негативном состоянии, и вы можете на него повлиять так, что его негативное состояние начинает видоизменяться, и он почему-то начинает радоваться. Это тоже важный навык, да, дополнительный. Если вы прокачаетесь в этом, то ваши навыки общения станут еще круче. Окей, все эти пункты важны, и это является базовыми навыками общения. Именно я стараюсь, да, во-первых, на своем канале, я стараюсь постоянно об этом говорить, снимая определенные видео, чтобы вы могли по этой теме прокачаться самостоятельно, но также есть и мои практики, а именно практика базовые навыки общения, где я тренирую ребят, чтобы именно эти пункты они встроили в себя и сказали, окей, Дима, спасибо, у меня все получилось, я прокачался в базовых навыках общения, и я теперь пойду жить дальше и наслаждаться жизнью. Ну и как минимум заработаю 2 миллиона долларов. Ну или 3, ну или 4. Суть одна, прокачивайтесь, возьмите видео с моего канала, возьмите, например, по игре эмоции, игра ролей, петля общения, да, работа с тревогой, все это есть на моем канале, вы можете это взять, начать тренироваться каждый день без пропусков, тренироваться как минимум 10 минут, и вы увидите, что результат у вас точно есть. Ну а если вам тяжело, такое тоже возможно, если тяжело самостоятельно тренироваться, вы можете записаться ко мне. Я не настаиваю, это ваш выбор, как вам хочется, хотите можете записываться, хотите можете не записываться, я не человек, который должен и говорит, что нужно записаться именно всем, я говорю только тем, кто не может это делать самостоятельно, поэтому я вас жду. Окей, на сегодня все, и как всегда я напоминаю, что нужно подписаться на мой канал, помимо этого я говорю вам, что не забывайте ставьте лайки, потому что меня это поддерживает, заряжает продолжать делать видео, дальше пишите в комментариях, например, окей, теперь я понял, что значит базовые навыки общения, это было опять же потрясающе, без этого никак, и я желаю вам 2 миллиона долларов, слушайте, я еще забыл, у меня же есть паблик, паблик и ссылка на паблик, тоже есть под этим видео, зайдите, посмотрите, что у меня есть в паблике, посмотрите мою личную страницу, помимо этого есть еще телеграм-канал, и тоже можете его заценить, и теперь я точно вам уже желаю, как минимум 2 миллиона долларов, хорошее настроение, здоровья, здоровья, классных, потрясающих друзей, потому что в скором времени вы уже прокачаете базовые навыки общения, и у вас будут классные друзья, ну и пока-пока. Мне иногда кажется, что люди, которые ставят мне дизлайки, как только видео выходит, это вот всегда такой образ, очкарика такого, с большими стеклами, он смотрит новое видео, и говорит, это не научно, у Дмитрия, это все ерунда, читайте, читайте и слушайте, Карнеги, там все есть, а он, он ничего не понимает в этом, дизлайки ему, и вообще, и вообще я так все знаю, потому что я очкарик, да, от Finn, уaves и до 200-летворного, куда-либо, до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.